Мы переходим к следующей теме нашего эфира. Звучит она «Украина не будет говорить с Путиным». Я напомню, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны в ответ на попытку России аннексировать украинские территории. Напомню, документ закрепляет невозможность переговоров с президентом России Путиным, также одобряет обращение Украины к НАТО с заявкой на вступление в Альянс в ускоренном порядке. На решение Зеленского, понятное дело, отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что это Россия будет ждать изменения позиции нынешнего президента Украины или вовсе подождет, когда в Украине будет новый глава государства. Подробнее в следующем материале. Отказ от переговоров с Путиным – четкий сигнал мира. Украина никогда не уступит своей территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украина была и остается лидером. Украина была и остается лидером по переговорным усилиям. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства Украины и восстановления территориальной целостности. Первый пункт документа гласит. Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из сообщения на сайте Офиса президента Украины. Особенно четко проявилась эта позиция Украины на фоне скандала с высказыванием в Твиттере Илона Маска. Владелец компании Tesla и SpaceX предложил свой вариант достижения мира, предполагающий существенные уступки Украины в пользу России, и предложил подписчикам проголосовать. Для мира между Украиной и Россией. Провести повторные выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уйдет, если такова будет воля народа. Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева. Водоснабжение Крыма должно быть гарантировано. Украина становится нейтральной страной. Илон Маск, основатель компании SpaceX и Tesla в Твиттер. Позже Маск назвал победу Украины в войне против России маловероятной. Одним из первых отреагировал на посты миллиардера советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он предложил другие варианты завершения войны. Освобождение Украины всех своих территорий вместе с Крымом, демилитаризация и денуклеаризация России. А также трибунал для военных преступников. А после добавил. Тесла хорошая машина, но сегодня я предпочитаю Хаймарс. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины в Твиттер. Президент Владимир Зеленский предложил ответный опрос в Твиттер. Какой Илон Маск вам нравится больше? Тот, что поддерживает Украину? Тот, что поддерживает Россию? Владимир Зеленский, президент Украины в Твиттер. Твиты Маска прокомментировали многие. А после этого Россия должна вернуть себе Аляску. Некоторым так легко распоряжаться жизнями и землями украинцев. Антон Герасченко, советник министра внутренних дел Украины в Твиттер. Украина, Россия, мир. Украина освобождает всю свою суверенную территорию. Россия деколонизирует, демилитаризирует и денуклеаризирует. Артур Пол Массара III, старший политический советник Хельсинской комиссии США в Твиттер. В следующий раз, когда мне нужен будет сантехник, я позвоню Илону. Он не занимается сантехникой. Тогда какого черта он говорит о международных отношениях и внутреннем праве? Кстати, хороший сантехник лучше, чем мнение Маска о незаконно оккупированных территориях иностранного государства. Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН. В Твиттер. Уважаемый Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Теслы, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя он утверждает, что они вместе проголосовали за это. Просто говорю. Гитанос Науседа, президент Литвы, в Твиттер. Маск не хочет, чтобы говорили о причине падения. Маск хочет, чтобы говорили о чем-то другом. И он делает твиты о Крыме и компромиссе с Путиным, зная, какую реакцию это вызовет у прессы. Этот твит не для украинцев. И этот твит не привел к падению стоимости акций. Все-таки мир не украиноцентричный. Но падение стоимости акций привело к этой теме, к этому твиту. Сергей Фурса. Аналитик, инвестиционный банкир в Фейсбук. А вот политтехнолог Олег Пастернак склонен считать, что причины публикации таких твитов Илона Маска иные. По моему мнению, на Западе появилась определенная группа элиты, которая начинает проседать под еще неактивным ядерным шантажом Путина, который будет пугать ядерным апокалипсисом. В принципе, мы это уже увидим. Ситуация там с Посейдоном, теперь ситуация с этим ядерным эшелоном, который движется вроде бы к прифронтовой территории Украины и так далее. То есть для какой-то части западной элиты нужна пауза, остановка с фиксацией позиций противоборствующих сторон. К слову, позже Илон Маск попытался оправдаться за сообщение о микроблоге Твиттера о своем варианте мирного плана для Москвы и Киева. Он напомнил, что всегда был и остается на стороне Украины, и его компания SpaceX потратила на подключение и поддержку интернета Starlink в стране 80 миллионов долларов, тогда как поддержка Федерации составляет 0 долларов. Юлия Грановская для телеканала Freedom. Сейчас нам на связи Тарас Загородний, украинский политолог Тарас. Здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Да, здравствуйте. Нужно показать, я думаю, свежие результаты опроса, которые господин Зеленский еще у себя в Твиттере запустил, да, по поводу Илона Маска, закрыть, как говорится, этот гештальт. Напомню, президент Украины написал себе в Твиттере, какой Илона Маска вам нравится больше. Почти 2,5 миллиона голосов уже отдано, 78,8% за Илона Маска, который поддерживает Украину, 21,2% тот, кто поддерживает Российскую Федерацию. Я думаю, можем вскоре, да, коллеги, показать, собственно, этот твит господина президента. Илон Маск также отвечал в Твиттере президента Украины, что нет, поддерживаю. Сколько-то процентов там за Украину, 100% за Украину. Вот, да, твит президента Украины, спасибо, коллеги. Вот так вот, 2,5 миллиона голосов, скажем так. Маск написал о том, что 100% поддержка Украины, 0% поддержка Российской Федерации, поэтому вопрос, собственно, закрыт. Давайте, я думаю, что этот вообще аспект Маска нужно закрыть, как мне кажется. Он максимально, как мне кажется, опять-таки, субъективное мнение не относится ни к политике, ни к переговорам, ни к чему. Ваше мнение, Тарас, что это проснулось в господине Маске? Попытка закрыть падение акций Тесла, которые уже выросли, если что. Либо же это реально попытка политического будущего, выбора и многое другое. Ну, смотрите, мы должны понимать одно. Украина должна становиться восточноевропейским Израилем и не обращать внимания ни на то, что нам будут говорить. Вы бы посмотрели, сколько Израилю говорили, когда он там воевал, сколько были заявления ООН, резолюции против него. Украина должна понимать, что, несмотря на все заявления и пожелания с внешних сторон, мы должны строить собственное государство, собственные спецслужбы, которые будут решать вопросы с коллаборантами, с бандитами, которые, в том числе на территории России, строят собственный МОСАД, усиливать СБУ, давать ему больше ресурсов, несмотря на некоторые заявления депутатов Верховной Рады, как госпожи Безуглой давать и не будем давать СБУ, чтобы оно не решало свои вопросы. Вот надо, ответом на это должно быть увеличение, в том числе финансирование армии и финансирование специальных служб. Тем более, что руководство там достаточно боевое. Господин Малюк вообще принимал, который сейчас возглавляет, вообще принимал участие в боях в Гастомеле и так далее. Это раз. Это общий ответ должен быть. Я считаю, что твит Маска более глубокий. Я считаю, что он не случайный. Он имеет как объективные предпосылки, так и субъективные. Объективные в том, что Запад наполнен вот этими марксистскими тезисами о том, что воины рождают не народы, а рождают элиты. Ну, помните, как говорили, это все буржуазия виновата, а народ, в принципе, не готов воевать друг с другом. Вот то же самое в таком же стиле «Ретранслирует Маск». Это вот в таком же стиле были заявления Папы Римского, которые приравнивал украинцев и россиян, якобы страдают и те, и те. Хотя страдают как раз украинцы, а россияны не страдают в данном случае. Все эти заявления Amnesty International и так далее, это вся ливацкая туфта, которая была еще залита где-то еще в 30-е годы прошлого столетия. Вот она сейчас выплывает. Это первое. Второе. Я думаю, что несколько уровней субъективны. Конечно, Маск не дурак. Я думаю, что это связано не столько с акциями. Я думаю, что тут уже просматривается интерес Маска к Китаю, как к рынку сбыта собственной продукции. А Китай очень хочет завершения войны. Все равно, в каком состоянии он хочет завершения войны, даже ценой утраты части территории Украины. Ну, конечно, украинцы этого не позволят. Это раз. Второе. Маск – это же республиканцы. Он был же в Совете при Трампе. И сейчас выборы будут в Конгрессе, а вот трамписты именно, они начали занимать достаточно такую позицию, не надо помогать никому. Давайте решать вопросы о середине страны. И зачем мы помогаем украинцам, если россияне все равно сильнее. Это три, то, что мы видели. Четыре – это, возможно, акции. Это один из вариантов. Ну, и сам Маск, в принципе, не скрывает, что он, возможно, будет тоже идти в политику. Поэтому не случайный. Но ответ на это должен быть, ребята, это все хорошо, как бы, но это ваши проблемы и ваши переживания. Нам нужно бороться за свою территорию, бороться за нас. И ваши вот эти вот русские нарративы, а у Маска чисто русские нарративы, если вы видите внимание, были продвинуты. Хотя часть элиты, я уверен, мировой тоже вот так вот начинает думать. Ну, смотрите, опять же, возвращаясь к Израилю. В Израиле вообще с самого начала никто не верил. Я вам скажу, 20 лет, например, Израилю США вообще не поставляли никакого оружия, начиная с его создания Израиля. Они только после 1967 года начали поставлять оружие, когда Израиль уже и успешно отбился, и войны провел, и так далее. На Израиль постоянно давили. Сейчас продолжают давить вот эти леваки из этих всех организаций, обвиняя Израиль во всех грехах, которые он не совершал, конечно же. И поэтому в данном случае, конечно же, обращать внимание, ну, опять же, знаете, как это заповедь там, не сотворите себе кумира, вот не сотворяйте себе кумиров. Не все, что на Западе говорится, это тоже имеет, не обязательно, что люди либо полезные идиоты, как говорил товарищ Ленин в отношении таких людей, либо они не преследуют на костях украинцев, построят собственные карьеры. Ну, как, например, с этой вот известной госпожей Спаркс, которая откровенно на костях украинцев хочет себе тоже построить карьеру. Ну, не забываем о том, что в Соединенных Штатах Америки выборы также, и выборы — это такой процесс, который, ну, который выборы. Мне кажется, это самое объемное слово, которое может охарактеризовать всю мишуру. Можно не продолжать, да, иногда можно не продолжать обсуждение. Добавим, в Белом доме отреагировали на предложение Маска по мирному плану для Украины и России. Пресс-секретарь Карина Жан-Пьер заявила, цитирую, «Мы не будем говорить об Украине без Украины, позаботимся о том, чтобы быть рядом с украинцами, когда они борются за свое». Конец цитаты. Также она отметила, что когда дело доходит до дипломатии или переговоров, то все должен решать украинский народ. Есть еще одно мнение мистера Киссинджера. Я цитирую. «Нельзя допустить, чтобы тактическое ядерное оружие стало конвенциональным. Мир не должен позволить России применить его против Украины. Для этого нужно продолжать диалог с Россией». Американский политик, наверное, отец современной американской дипломатии, дипломатик Генри Киссинджер об этом заявил. Это экс-советник президентов США Никсона и Форда по нацбезопасности, бывший госсек. Его короткая цитата. Продолжим разговор. Опасно отказываться от этого диалога. Украина должна, конечно, занимать ключевое место в этих переговорах. Но в интересах Европы и Запада в целом, чтобы Россия не чувствовала себя полностью изолированной и исключенной из системы международных отношений. Диалог между Россией и Западом должен быть продолжен. Генри Киссинджер, американский политик, советник президента США по национальной безопасности в 1969-1975 годах, государственный секретарь США в 1973-1977 годах. Тут, возможно, нужно говорить не о диалоге государства Запада и Российской Федерации, о таком треугольнике Украины, страны Запада и Российской Федерации. Но, как мы видим, шансов на то, что переговоры с Россией все-таки могут быть здесь и сейчас. Более того, с этим президентом, с этой администрацией президента Российской Федерации, они попросту, их нет. О каком диалоге, как вы считаете, может вообще идти речь здесь и сейчас? И есть ли возможность выхода на этот разговор между тремя сторонами? Запад, давайте так, не Запад, а третья сторона, Турция, тут можно считать Китай, разницы никакой, хотя нет, Украина и Российская Федерация. Ну, смотрите, ну, Киссинджер, он до этого, кстати, заявил, что Украина вообще должна быть в НАТО. Кстати, это противоречит того, что господин Мас тоже говорил, давайте она будет нейтральной, отдадите Крым и все остальное. Ну, это, смотрите, сейчас какая позиция какая должна быть? Переговоры уже, ну, вот я вижу, вот Дипстейта и США, они уже не боятся ядерного оружия России, они уже откровенно говорят, что не дай бог вы к этому додумаетесь до этого, мы долбанем, мы ответим. Ответ они уже опубликовали в каком формате. Ответ будет конвенциональным, который будет заключаться в том, что все, все, опять же, подчеркиваю, все российские силы на территории Украины будут уничтожены в течение просто одного-двух дней, если, ну, там, три, может быть, в течение недели. Это господин Ходжин заявил, в Черноморский флот будет уничтожен и все остальное. И другие представители тоже об этом уже заявляли. США может сейчас, диалог должен быть силовым, должен быть четко понимание, что Украина де-факто это уже является частью Запада, и над ней уже раскрывается ядерный зонтик. Это наша главная цель, которая сейчас должна быть достигнута. Это, кстати, многие не понимают, а зачем Украина вот сейчас подала заявку НАТО, да, с требованием по ускоренной процедуре. Мы видели, что некоторые экзальтированные товарищи начали кричать у нас о том, что этого не надо было делать, не надо было напрягать наших партнеров. Надо напрягать наших партнеров. Что значит не надо напрягать наших партнеров? Пусть быстрее думают, это раз, второе. Там же главное, о чем говорится по ускоренной процедуре, как Швеция и Финляндия, там же создан прецедент в 21 веке, когда непосредственно США и Британия дали прямые гарантии Финляндии и Швеции до вступления в НАТО. Так это нам то, что главное сейчас нужно. Получение прямых гарантий Соединенных Штатов Америки и Британии, ядерных хотя бы, а все остальное сделает украинская армия. Вот о чем идет речь и вот о чем, в принципе, вот говорит Киссинджер. Если покопаться в его ОНО, он развернул, конечно, свою позицию. Помните, когда он в Давосе опозорился, начал говорить о том, что давайте дадим территории, после того, как на него все накинулись, он быстро понял, что, конечно, работа на Россию и Китае, это никто не скрывает, что он обслуживает Россию и Китай последние 20 лет. Это, конечно, хорошо, но честное имя нужно все-таки беречь, потому что честные люди стоят дороже. Тарас, я хотела бы, чтобы мы с вами продолжили, потому что мы сегодня уже показывали и президента Украины, который говорил, что Россия на самом деле, несмотря на то, что постоянно говорит о переговорах, не хочет их продолжать и продолжает боевые действия. Это понятно, это логично, абсолютно. Я вот сейчас предлагаю, чтобы мы еще послушали советника, рок-водителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Россия на самом деле предлагает не переговоры, а ультиматумы. Если мы вспомним то, что было 7 месяцев назад, мы помним те ультиматумы, я сейчас напомню, там, деноцификация, демилитаризация, нейтральный статус, что там еще было? Отказ от окону Республики Крыма. О, точно, там же Крым, фактически, да, звучала отказ от Крыма. На самом деле, ультиматум продолжается и договариваться со страной, которая пытается присвоить себе украинские территории, продолжает обстреливать Украину ракетами, нарушать международное право в полном объеме, нет никакого смысла. Чтобы он появился, этот смысл, Россия должна сначала что сделать? Вывести свои войска к международно признанным границам 1991 года и прекратить огонь. Давайте мы послушаем, а более детально подалека после этого продолжим. Мы слишком много фокусируемся на российской повестке дня. Как они будут выходить из этой войны, нас уже не волнует. Даже до середины войны нас действительно беспокоило, что нужно найти какую-то психологическую линию разграничения, чтобы они сохранили свое лицо, а мы свое. Но после Бучи этого уже нет. Нет возможностей заканчивать войну с учетом потребностей России. Единственный формат ее окончания – Россия должна проиграть, а Украина – выиграть, то есть полностью вернуть свои территории. Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса президента Украины из интервью радио «Новое время». Тарас, а давайте так обсудим. А если мы говорим все-таки о переговорах, в каком они возможны в формате между Россией и Украиной, по вашему мнению? Ну, смотрите. Во-первых, сначала в тех переговорных позициях, которые они требовали, тоже уже прошло много времени. Сейчас уже всему миру понятно, что Россия – это невменяемая страна, и она не будет придерживаться никаких своих обещаний, если они даже теоретически будут сделаны. Это касается и северных потоков, это касается и аннексии части территории Украины, временно оккупированных, уже выходят все, поскольку украинская армия уже освобождает все эти регионы, поэтому ничего, конечно, у них не получится. То есть сейчас понятен, уже есть понимание всего мира, что не победа именно украинской армии создастся предпосылки для переговоров. Все остальное от лукавого. Никаких переговоров Россия вести не собирается. Она хочет сейчас, главный ее мейнстрим, получить передышку, оккупировать территории, получить передышку, перегруппироваться, чтобы с новыми силами напасть на Украину. То есть это уже есть понимание, слава богу, уже на Западе. Есть понимание внутри страны, что это будет только отложенная война, никаких там Минсков уже быть не может. И в данном случае хорошая переговорная позиция только после того, как как минимум будет уничтожена группировка российских войск на территории Украины. И, скорее всего, это, опять же, выход на границы 1991 года. Кстати, своей аннексией, которую они объявили, они же фактически подставили всех своих пророссийских лоббистов на территории Запада, которые говорили, что все не так и так далее. И они же осторожно прощупывали уже почву. Хорошо, почву. Хорошо, давайте мы отдадим Украине Донбасс и юг Украины, а давайте Крым нет. Все, Крым уже фактически обнулен вот этими так называемыми референдумами. И теперь Крым уже часть тоже повестки дня для освобождения Украины. Спасибо за участие в нашем эфире, как всегда, за конструктивную экспертизу. Обязательно с вами еще увидимся и поговорим. Тарас Загородний, политолог, был с нами на связи.